Нерегулярная подача воды губит урожай. Садоводческие товарищества поделились проблемами с наступлением поливного сезона. Снять карантин. Ограничительные меры в соблюдении религиозных обрядов будут ослаблены. Снежные заносы, гололидится нулевая видимость. Свыше 110 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды. Отдельные участки автомобильных дорог закрыты для передвижения. Дагестанские спасатели помогают извлекать автомобили в поселке Талги из-за тора. Из снежного плена вызвали на 17 автомобилей. Непогода вновь испытывает Дагестан на прочность. Снегопад на некоторых участках дороги стал настоящим бедствием для автомобилистов. В целях безопасности ГИБДД по республике даже перекрыло наиболее опасный участок федеральной трассы. Отрезок от торгового дома Киргу до поселка Талги. Проезд грузового и пассажирского транспорта там временно запрещен. Спасателем еще Дагестана проводится работа по вызволению автотранспорта в каждой республике. На данный момент извлечено из снежного плена более 20 единиц автотранспорта. Данная работа будет проводиться до полного завершения мероприятия на данном участке. Затруднено движение и на автодорогах Буйнакск, Кизелюрт, Геджух, Митаги, Сабнова и в Карабудахкенском районе. Везде работает спецтехника и расчищают дороги. Но ситуация все так же остается сложной. Вот здесь кошмарная ситуация в сторону Карабудахкента. За Карабудахкентом Губден, Леваша, Урбуки. Не едьте никто на эту сторону. Там поперек машина стоит. Неочищенная дорога. Никто никуда не может ехать. Всем добрый день, дорогие друзья. Сейчас вот стоим на въезде в Гимринский туннель. И нас не пускают, потому что при выезде с Гимринского туннеля там снегопад, гололед. И не пускают машины. И мы здесь пока застряли. Уже стоим тут на протяжении, наверное, трех часов. Большое количество осадков выпало в городе Хасавюрт, Буйнакск и селении Сергакала. Из-за ухудшения погоды в Дагестане энергетики переведены на особый режим работы. Нарушение электроснабжения из-за стихии наблюдается по 11 районам Дагестана, а также частично в Махачкале и Хасавюрте. Сейчас здесь огромная проблема получилась. Развернуться места нет. Весна не придет в Дагестан и на следующей неделе. Снег сменят дожди. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Послабление ограничительных мер для верующих республики. Такое решение принято на заседании оперативного штаба. Роспотребнадзор прорабатывает вопрос о разрешении верующим посещать культовые сооружения и проводить богослужения, в том числе пятничные молитвы. Но это при условии выполнения всех мер безопасности, в том числе соблюдения масочного режима и санитарных норм. В приближении праздников есть обязанность у каждого верующего, чтобы пойти, посетить, необходимые обряды совершить. Поэтому, конечно, с этой точки зрения это радостное событие для каждого верующего человека. Поэтому мы должны сказать в данном случае спасибо. И Сергею Меликову за то, что он дал возможность поручения, чтобы просто рассмотреть Роспотребнадзору, самым первым из всех ограничений, которые возможны для дальнейшего снятия. Дачники готовятся к новому поливному сезону. Он наступит уже в следующем месяце. Однако некоторые председатели садоводческих товариществ в районе Кривая Балка и Сулакской зоны обеспокоены. Их тревожат, что вода не будет доходить до их участков и начнутся проблемы. Подробности выяснял Хамзанур Магомедов. Отключение воды, потоп и вредительство – так комментируют свои проблемы председатели порядка 15 садоводческих товариществ, которым подают воду муниципальное унитарное предприятие «Садовник». По их словам, проблемы не решаются несколько лет. И в этот поливной сезон они боятся остаться без воды. Одни общества топят, другие общества терпят, значит, нет воды, не получают воду. Сейчас как обстоят дела? Ну вот, еще сезон не начался. 15 апреля начинался сезон, вот поэтому сегодня, мы собрались здесь, вот, чтобы заранее, опять сезон начнется, опять, чтобы повториться то же самое, чтобы хотя бы наше обращение, прокуратура республики, куда бы мы обращались, министерство внутренних дел, понимания не находим. Никакой меры не принимается. Администрация города у нас не принимает, глава города, чтобы изложить свои, значит, проблемы. Поэтому мы вынуждены сегодня обратиться через телевидение, обратиться к властям. Представитель МОП «Садовник» отметил, что вода подавалась регулярно, как положено и по графику, и все в рамках закона. По словам Абугасана Рамазанова, инфраструктура исправна и готова к поливному сезону, а возникающая в процессе подачи воды поломки устраняется в короткий срок. У нас центральная труба, которая относится к МОП «Садовнику». За эту трубу мы отвечаем. Мы как бы обязательно проходимся по трубе, отмечаем крестиками, что вот здесь у нас получаются обрывы. После этого в течение двух недель, с момента подачи пробной воды, в течение двух недель мы устраняем все обрывы и полностью уже запускаем. Получается, 15 апреля у нас начинается сезон по 15 октября. Но насосные станции у нас все готовы. Как отметил представитель МОП «Садовник», основная причина низкого давления воды – это недостаточный уровень воды в реке Сулак. Также есть проблемы с качеством труб, которые обещают частично заменить в этом году. Главное, чтобы обещания были реализованы, и вода не стала яблоком раздора в дачных обществах. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Бесплатно проверить зрение смогут жители республики. Дагестанские офтальмологи присоединились к проведению Всемирной недели борьбы с глаукомой. Главная задача – профилактика глаукомы, привлечение внимания к проблеме и информирование об этом недуге. Так, до 16 марта во всех поликлиниках и лечебно-профилактических учреждениях Дагестана любой желающий в возрасте от 40 лет и выше сможет в порядке живой очереди измерить внутриглазное давление. Особо хочется обратиться в группе риска – это больные с сахарным диабетом, гидротоническая болезнь, родственники больной глаукомой, а также близорукие пациенты также должны измерять внутриглазное давление раз в год. В России число больных глаукомой составляет более 1,3 млн. На ранних стадиях болезнь не имеет никаких симптомов. Чаще всего пациенты впервые узнают о глаукоме, когда заболевание находится в запущенной форме. Поэтому врачи рекомендуют периодически обследоваться всем, кто старше 40 лет. Качество школьного образования в Дагестане – одно из самых худших в стране. Об этом сообщает Рособорнадзор. Рейтинг составлялся по 12 критериям. В том числе учитывались результаты обучения школьников. Лидерами в рейтинге по качеству образования стали Петербург и Москва. В Дагестанском государственном техническом университете прошла научно-практическая конференция, посвященная столетию образования Дагестанской автономной республики. На мероприятии эксперты рассказали о важности принятого тогда декрета об автономии республики. Были подняты философские проблемы российской национальной идеи и развития самобытности Дагестана, в эпоху глобализации. На конференции рассказали о первом председателе Совета народных комиссаров Джалал-Идин Каркмасове, человеке, который стоял не только у истоков образования автономии, но и посвятил свою жизнь просвещению дагестанского народа. Волонтеров туризма ищут в Дагестане. Ими смогут стать молодые люди, достигшие совершеннолетнего возраста. Для этого в срок до 13 марта необходимо составить заявку на сайте общественной организации Центр развития добровольческих инициатив. Обучение будет проходить на базе Российского государственного университета туризма и сервиса. В дальнейшем им предстоит работать на туристических событийных мероприятиях, выставках, форумах и консультировать гостей, посетивших республику. На сегодня это были все новости. На этом я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных!